История неспослания аятов. Урок 22. Сура Аль-Кадр. С 1 по 5 аят. Лейла Тул-Кадр. Особенная ночь. Ассаламу алейкум. Известно, что в прежние времена люди жили долго, в разы больше, чем долгожители сегодняшних дней. По некоторым преданиям, Адам, алейхиссалам, прожил 950 лет. Пророк Нох, мир ему, прожил более 900 лет. Его сыновья тоже жили несколько веков. Муса, алейхиссалам, прожил более 200 лет. Воспользовавшись столь продолжительной жизнью, мусульмане из прежних общин имели колоссальную возможность набрать большой багаж благих деяний, который поможет им в судный день. Так, в одном из хадисов говорится, что посланник Аллаха, саллаллах алейхиссалам, рассказал своим сподвижникам историю об очень благочестивом человеке из Бану Исраиль, который провел тысячу месяцев в поклонении. Сподвижники были восхищены этим человеком, но в то же время они почувствовали разочарование из-за того, что не смогут совершить столько же благодеяний. Ведь пребывание на этом свете уммы пророка Мухаммада, саллаллах алейхиссалам, по сравнению с прежними общинами очень и очень мало. Посланник Аллаха, саллаллах алейхиссалам, говорит, «Продолжительность жизни людей из моей уммы насчитывает от 60 до 70 лет, и мало кто проживает дольше этого». Тогда всемогущий Аллах не спослал радостную весть о благословенной ночи, подаренной Аллахом, любимому пророку и его умме. Эта радостная весть повествуется в суре «Аль-Кадр». Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, «Воистину, мы не спасла ли его, Коран, в ночь предопределения?» Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. «В эту ночь ангелы и дух Джибриль не сходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари». Всевышний Аллах даровал нам такую благословенную ночь, как особую милость. Кто из нас сможет провести в поклонении тысячи месяцев, что равно 83 годам и 4 месяцам? Такое невозможно. Однако, по милости Всевышнего, если человек проведет одну лишь ночь, ночь предопределения в поклонении Аллаху, то заслужит благословения и награды за такой срок, словно он непрерывно молился в 83 года и 4 месяца. Более того, простятся его грехи. Ведь посланник Аллаха, саллалу алейхи васселям, говорил, «Тому, кто проведет в молитве ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». Все эти блага человек может получить лишь за одну ночь. А представьте, если человек прожил, скажем, 40 или 60 лет, и каждый год он встречал Рамадан и проводил в поклонении ночь предопределения. Какая же величественная награда ожидает его? Когда наступает ночь предопределения? В разных хадисах приводятся различные сообщения о наступлении этой ночи. Однако, единодушно мнение о том, что эта благословенная ночь приходится на одну из последних десяти ночей Рамадана. И наиболее вероятно, что это нечетная ночь, то есть 21, 23, 25, 27 или 29 ночь. Айша, рады Аллаху Анга, сообщила, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Ждите наступления ночи предопределения в одну из десяти последних нечетных ночей Рамадана». Мусульманские ученые считают, что мудрость оставления точной даты наступления ночи предопределения заключается в том, чтобы мусульмане усердно занимались поклонением все последние десять ночей Рамадана, а не полагались на поклонение только в одну из нечетных дат. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям особенно усердствовал в поклонении все последние десять ночей. Айша, рады Аллаху Анга, сообщила, когда наступали последние десять дней Рамадана, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил ночи в молитвах, будил членов своей семьи и проявлял особое усердие в поклонении. Поэтому лучше всего проводить в поклонении все последние ночи, начиная с двадцатой и нечетные, и четные, чтобы быть более уверенным, что застанешь Лейла Тул-Кадр и все ее благословения. Ва-саламу алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok